приветствую всех друзья мои с вами базилио канал fresh life 28 и сегодня мы рассмотрим некий практику по прошлым роликам сегодня мы рассмотрим очень распространенную в нашей жизни вещь такую вещь как обида поскольку она очень сильно распространена обижать друг друга мы просто обожаем это наше любимое занятие и еще потому что обида очень сильно связано с табуированным понятием в обществе мести поехали итак друзья мы очень часто произносим фразу блин это было обидно я обиделась эти люди меня обидели там и так далее так далее так далее что же это такое за чувство у какие у него есть особенности какие есть признаки и в чем есть подвох и всеобщие заблуждения итак друзья мои обида обида это чувство неоправданных ожиданий от значимого вам человека вот пожалуйста обведите это в рамочку это чувство которое возникает в результате неоправданных ожиданий от значимого для вас человека или несбывшиеся ожиданий плюс уязвимость давным-давно несколько месяцев назад я уже писал статью и думаю что я запишу ролик о том что не надо путать уязвимость и слабость это разные понятия и поскольку обществе очень часто мы путаем понятие уязвимости и слабости это наносит нам определенный эмоциональный ущерб то есть мы перестаем чувствовать себя живыми перестаем радоваться жизни пытаясь закрыться в железобетонную броню но суть не об этом суть в том что еще раз говорю обида это всегда два одновременно исполняемых фактор да это несбывшиеся ожидания когда вы ожидаете от человека что-то он собственно говоря делает или не делает или даже не считает нужным делать или делать недостаточно того что вы от него ожидаете и это человек для вас значим ну я думаю что это понятно потому что допустим сложно обидеть допустим глубоко человека если там предположим ну я не знаю вам там стал на ногу человек в маршрутке да то есть совершенно незнакомый так далее да то есть что такое обида так вот на самом деле как и с чувством фрустрации о которой мы с вами говорили да очень важна градация то есть что именно произошло что именно из-за неожиданного из-за неожиданного такого произошло что требует так называемого прощения этой обиды ну прощение это работа психики по искоренению чувства обиды вот этого самого по отказу от гоняния вот этих самых вот навязчивых мыслей так называемой руминации вот эта работа это работа психического аппарата ну вот соответственно соответственно давайте посмотрим на два варианта первый представьте себе что произошло что-то такое серии что вот предположим ваша супруга там пошла в магазин вы ее попросили купить там я не знаю там куриную грудку она забыла то есть ну блин ну вот заболталась подругой позвонила подруга вы знаете девчонок да там или ваш драгоценный муж да то есть там соответственно у него был футбольный матч он заболтался и совсем забыл что он обещал вас встретить там и так далее ну это же четверть финала там или еще что-то я просто не болельщик поэтому я не знаю обидно но конечно обидно или за званым ужином рядом с вашей мамой да вдруг ваш благоверный супруг громко рыгнул он не хотел но это конечно же обидно да вот это как раз та самая обида которая не требует глобальных условий работы психики и для которой достаточно принести извинения почему потому что отсутствует изначальный мотив того что ваши личностные границы это очень важное понятие поэтому пожалуйста пересмотрите я не буду здесь 10 раз повторять что это такое да ваши личностные границы особо сильно никто не продавил до такими действиями и не было злого умысла и совсем другая ситуация когда неоправданные ожидания происходят в том что предположим ваш близкий друг детства с которым у вас был совместный бизнес в определенный момент берет и рассказывая вам и продолжаем вешать лапшу на уши кидает вас на значимую часть бизнеса оставляя практически на бабах да то есть вот такая вот или предположим ваша девушка которая говорит вам что вы самый важный мужчина в ее жизни что она хочет от вас детей ровно на следующий день после того как она это вам говорит в сотый в тысячный раз выключает телефон и уезжает с каким-то другим человеком на курорт там и так далее да то есть сейчас не идет разговор о скажем моральной оценке вашего друга который так поступил или вашей бывшей девушки теперь уж да сейчас разговор идет о ваших чувствах которые у вас возникают так вот здесь совсем другая кино здесь проблема заключается в том что человек осознанно повторяю мотивировано ради своей выгоды напрочь снес ваши личностные границы стер ваши границы в ноль просто он их разрушил пользуясь тем что он находился близко к вам и вы ему доверяли то есть вы были уязвимы я поясню предположим встречаются на ринге два боксера понимаете если один от дубасе другого второго не будет чувства обиды потому что он и не ждал что его будут жалеть и гладить по головке он пришел бить одного и знал что его будут бить нет неоправданных ожиданий другое дело когда вы предположим с человеком встречаетесь там пять шесть семь лет он вам говорит о любви там большой дружбе и так далее или вы дружите с этим человеком с которым у вас бизнес 20 лет и вдруг вот такая вот фигня происходит да это совсем другое кино и вот здесь обычных ну извини чего так получилось хотя часто этого не делают да уже недостаточно недостаточно потому что требуется работа психического аппарата по восстановлению границ и баланса и самое забавное что первый инстинктивные реакции именно инстинктом является реакция мести что это такое значит ребята инстинкт это ситуация при которой некий триггер как действие запускает цепочку неконтролируемых поведенческих паттернов которые практически одинаковые для всех представителей одного и того же вида ну грубо говоря вот так а теперь представьте себе что чем выше уровень развития до у рыб например нет понятия мести но чем выше уровень развития некоего животного а человек это очень высокоразвитые животные тем больше как правило тем больше как правило у него предрасположенность к такому понятию как месть сейчас я вам расскажу что же это такое да ну вот и первой же реакции является желание отомстить так вот именно в этом то сейчас и начинается вся проблема потому что вот это чувство вот это чувство когда психический аппарат требует восстановить границы или восстановить баланс сейчас я это объясню это как раз это как раз не обида это совсем другое чувство обида и обижульки это вот как раз вам на ногу встали там или там ваш молодой человек там при вашей маме рыгнул извинились все то есть нету не требуется прощение не требуется работы психического аппарата по отказу от чувства обиды по отказу от вгоняния вот этой руминации постоянной да и по восстановлению границ этого нет то есть что это такое представьте себе что у человека могут быть границы жесткие ну и скажем так достаточно пластичные то есть не сильное воздействие оно их прогибает но когда воздействие заканчивается границы возвращаются другое дело когда скажем так воздействие настолько сильно что она напрочь сносит границы вообще-то и вы чувствуете себя просто разобранным по частям уничтоженным почему возникает вот это чувство давайте сейчас мы вновь вернемся к теории психического поля курта левина я не уже вам говорил смысл и заключается сейчас кратко повторю о том что курт левин считал что люди находятся в неким и взаимодействует психическом поле в котором каждый объект и каждый другой человек является неким объектом с определенной значимостью то есть эта фигура размер объекта размер фигуры да и с определенной валентностью отрицательное отталкивает вас положительное притягивает вас так вот когда у вас есть уязвимость когда вы находитесь человеком которым вы доверяете изначально предполагается что у вас значимость равнозначна то есть этот человек находится в балансе с вами его значимость его валентность настолько же по объему и по знаку настолько же велика как и ваша к нему то есть нет того что вы предположим нужны ему больше или он вам нужен больше и когда происходит предательство обман измена какая-то серьезная подстава сносящаяся напрочь границы это означает что второй индивид в одностороннем порядке пользуясь тем что вы уязвимы увеличил размер своего вот этого самого объекта в вашем общем психическом поле он стал огромным просто он просто сказал да мне наплевать на тебя то есть как ты хочешь так и решай а я решил вот так вот то есть ты мне нужен меньше чем я тебе то есть допустим все что сделаю я оно для меня важнее чем твои чувства чем твои значимости и поскольку это человек для вас близкий то есть вы являетесь уязвимым человеком для этого возникает желание моментально этот баланс восстановить потому что иначе вас туда тянет вы разобраны вы чувствуете себя что вы развалились на части на куски буквально и первая реакция первая реакция давайте мы вспомним теорию агрессии который я вам говорил да первая реакция это гнев который направлен на что всегда гнев это эмоции чувство чувства гнева эмоция гнева которая направлена и возникает в следствии того что наши границы были нарушены а здесь наши границы нарушенные были очень серьезно во втором случае то значит гнев у нас порождает что действия агрессию и это действие агрессия она должна она призвана восстановить баланс в этом самом вот психическом поле по теории курта велевина то есть восстановить ваши границы, восстановить обратно отобранную в одностороннем порядке значимость. И вот именно этот вид агрессии называется, по сути, местью. Итак, первая реакция у достаточно развитого индивида в человеческом обществе, она инстинктивна. Отомстить. Почему? Почему отомстить? Потому что это как раз в результате гнева вариант агрессии, который призван восстановить вот этот баланс значимости, который один человек в принудительном порядке в одностороннем нарушил. Значит, к сожалению, давайте-ка посмотрим сейчас на экран. К сожалению, у нас тема мести, поскольку она очень сильно связана с преступностью, с насилием и с криминалом, она крайне табуирована. Исследовать тему мести крайне-крайне сложно. И если вы сейчас видите на вопрос, что заставляет нас мстить 90% выдачи в Яндексе, это разговоры различного рода психологов о том, почему не надо мстить, как надо отказаться от чувства мести, я скажу, что это, ребята, передергивание и чушь. Я не психолог, я не ангажирован, и я поэтому могу смело вам сказать, что вот не надо однозначно, однозначно совершенно поддаваться на вот это вот самый социальный, скажем так, прессинг по поводу того, что месть это плохо, если вы отомстите, вам будет хуже, не надо, я там был, в сексе ничего интересного нет, как Новодорская говорила, да, я про него все прочитала. Итак, на самом деле исследования есть, но они находятся в англоязычном сегменте, я обычно никогда не привожу исследований. Ну вот посмотрите, исследования доктора Честера и доктора Деволта, которые как раз изучали, почему же у нас сразу же возникает желание отомстить, в чем причина, потому что активность проявляется она не в префронтальной коре, которая отвечает за логику, она у нас проявляется мгновенно в лимбической системе, то есть в допотопной, в древней. А суть оказалась в следующем, что когда наши границы очень сильно, очень сильно продавлены, возникает эффект, такое вот ощущение боли, что вам реально больно, да, и ощущение того, что вы можете, имеете возможность отомстить, оно автоматически превращает это в определенный род удовольствия. То есть, когда вы верите, что вы можете отомстить, можете вернуть этот баланс обратно на нужные границы, да, непосредственно вы испытываете чувства близки к удовольствию. Вот как раз это исследование на экране, я вам его показал сейчас с Папмеда, есть еще другие исследования, да, для чего природе предназначен был такой странный механизм. Давайте мы вернемся к этологии, о которой я уже говорил во второй своей книжке, о которой есть плейлист, и вспомним о том, что если ваши границы на глазах у всей стаи в первобытном обществе продавили, то есть, грубо говоря, вас унизили, оскорбили, вытерли от вас ноги, и вы не ответили, фактически это означало в те годы о том, что ваш вопрос выживаемости стоит на нулях. Вы никто, вы потеряли свой ранг, у вас больше не будет, не лучших кусков пищи, потому что вы потеряли ранг в ноль, на вас не посмотрит ни одна больше самка, соответственно говоря, шансы того, что вы выживете, практически нулевые. И особь как раз должна была настроена на то, чтобы отомстить, вернуть вот этот баланс, вернуть свой собственный ранг, потому что это был вопрос выживаемости. Сейчас, конечно же, все не так. И именно поэтому инстинкт, как таковой, да, то есть, это цепь, которая, триггер, который запускает цепь вот этих самых неконтролируемых паттернов поведения, одинаковых для всего вида, у очень высокоразвитых животных, у человека, да, у которых есть система 2, она при помощи вот этой системы 2 может уже впоследствии корректироваться. Но если мы возьмем какие-то первобытные племена, давайте вспомним самый древнейший принцип Толеона. Око за око. Он существовал абсолютно во всех культурах, абсолютно везде. И существовало тысячелетие до тех пор, пока сейчас у нас, как я уже сказал, все психологическое сообщество, оно очень сильно ангажировано тем, что проявление, любое проявление вот этой вот самой вот первой реакции, первичной реакции, отомстить, мести в той или иной форме, оно совершенно неприемливо с точки зрения либо уголовного права, либо социальных устройств общества. И поэтому все психологическое сообщество, оно ангажировано на то, чтобы говорить, что это плохо, это я-я-я, и вообще, если ты даже отомстишь, тебе будет потом все равно хуже, я точно знаю, я все про это прочитала. Поверьте мне, мы же профессионалы. И вот в этом-то и заключается вся проблема. Теперь представьте себе вновь ту самую модель человеческой личности по Зигмунду Фрейду, о которой мы с вами уже неоднократно говорили. Наше оно первобытное, да? Ваши границы смятены, что оно хочет? Оно хочет тут же моментально отомстить. Мощнейший всплеск энергии, который требует тут же появления агрессии. Агрессия – это действие. Действие, направленное на что? На восстановление баланса. По теории Курта Львина. А суперэго, суперэго надстройки общества, жесточайшим образом подавляет вот это самое ваше желание отомстить. Ни в коем случае мстить нельзя, мстят только слабаки, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот вы чувствуете, что вы себя реально предали. Потому что ваше, оно желает одного, а ваше сверх-я, суперэго, да? Оно это подавляет. Классический внутриличностный конфликт. Как результат? Что у нас происходит при этом? Здравствуйте, наши драгоценные различного рода психологические защиты, которые и искажают нашу реальность. Мы начинаем врать себе, заталкиваем вот это самое проявление агрессии, попытку проявить агрессию, куда-то глубоко подальше туда, которая впоследствии либо невроз, либо депрессия, либо соматические заболевания. Итак, что же при этом происходит? Давайте посмотрим на нашу замечательную картинку с нашей замечательной фрустрацией, да? Которую мы рассматривали в прошлом ролике. И напишем о том, что требуемая наша потребность в данном случае восстановление баланса. Именно оно вызывает гнев. Смещенный баланс, смещенный нашей границы, сразу автоматически есть потребность это все возместить. Появляется гнев, который проявляет определенный гнев, да? Должен проявить за собой агрессию, как действие по восстановлению. В данном случае это сразу же первое инстинктивное желание отомстить, да? Вспомните, пожалуйста, какие первые реакции независимо, независимо практически от региона проживания, предположим, на измену, предположим, на предательство. Всегда желание отомстить. Независимо, где бы ни были, ни жили там первородные племена и так далее, и так далее. Принцип Толеона, как я уже сказал, он был везде одинаковым. Практически всегда повсеместно, по всем ареалам обитания человека. Появляется вот это самое желание – отомстить. Значит, после этого требуется, по идее, в результате этого действия восстановление баланса, но в качестве фрустратора и барьера, о котором мы тоже говорили, выступает наш замечательный уголовный кодекс и все-все-все ангажированные социальные элементы, которые говорят, что это плохо, этого делать нельзя, надо прощать, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В результате у нас появляется фрустрация, потому что человек начинает гонять по кругу, гонять по кругу, он начинает фиксироваться на этой проблеме. И что получается? Получается, что у нас возникает вот это вот фрустрированное чувство обиды. Притом чувство обиды, которое не может быть так на халяву возмещено, вот так вот в лоб и просто, да? И что это такое? Это не рассмотрение фактов, а знаете, это ментальное проживание событий, которые привели к обиде и предсредствующим им событиям, да? Проживание на эмоциональном уровне, что приводит к тому, что человек сам себя накручивает и накал страсти увеличивается, понимаете? И вот человек, находясь в этой самой особой вида фрустрации обиды, да? Он гоняет и гоняет, происходит вот эта вот самая руминация, да? То есть гоняние по кругу, притом мы не рассматриваем факты холодным виде, мы проживаем заново эти эмоции. Ну как она могла, сука, ну почему? Ну за что он со мной так, да? То есть вот вам примеры, да? Какие еще начинаются признаки, да? Раз у нас появилась фрустрация, добро пожаловать. Давайте вспоминаем ролик о фрустрации, у нас же сегодня ролик практический. Что же у нас в результате фрустрации происходит? Привет, психологические защиты. Например, наше любимое замещение. Какие замещения у нас могут быть, когда у нас с детства запрещают мстить, давать сдачи и так далее, и так далее, и так далее. Активная позиция – это уход в силовики, в налоговики, футбольное хулиганство и так далее, и так далее, да? Пассивная позиция – это прежде всего аутоагрессия, то есть агрессия, которая направлена внутрь себя. Сейчас я расскажу, как она очень хитрым образом здесь завязана. Или, например, уход с эффектом регрессии, да, в детском воспоминании. Что это такое? Вудуизм. Вот народ начинает покупать себе куклы вуду, втыкать в них иголки, да? То есть там что это такое? Здравствуйте, магическое замещение, здравствуйте, там, скажем так, классическая регрессия, да? То есть здравствуйте, какие-то непонятные верования. Вот вам классический пример психологической защиты человека, который инстинктивно хочет отомстить. Но все общество, уголовный кодекс ему говорит, нельзя, если ты так сделаешь, это плохое. Соответственно, давление суперэго, сверхэго, да, сверхя, оно настолько мощное, что вот этот внутриличностный конфликт колоссален, он заталкивается очень глубоко внутрь, да? Какие могут быть еще у нас признаки? Признаки, как вы знаете, что если возникает конфликтная ситуация, а вы понимаете, что, допустим, при обычной фрустрации может возникнуть, вернее, обычная фрустрация может возникнуть при ситуации, да? Но обида – это всегда ощущение от невыполненных ожиданий, да, несбывшихся ожиданий от значимого человека или группы людей. Соответственно, это не просто ситуация, нужен еще один субъект, человек, ваш близкий, там, и так далее, или группа субъектов, ваши родственники, ваши коллеги, там, и так далее, от которых это происходит. То есть это всегда межличностное отношение, обида. Всегда. Вы не можете обижаться гипотетически на какую-то ситуацию, да? То есть это будет уже просто фрустрация. Вот. А, соответственно, если у нас есть конфликтная ситуация, какие четыре способа у нас есть решение конфликтных ситуаций? Соперничество, сотрудничество, компромисс и уход. То есть соперничество, понятно, там, война – значит война, да? То есть там, соответственно, сотрудничество, решение взаимное. Компромисс, понятно. Так или иначе, это где-то пассивно еще что-то. Но самое главное, вот и часто бывает уход. Что такое уход? Возьмем семейную пару, да? Один делает что-то не так, второй даже об этом не догадывается, но разговора об этом нет. И проявляется пассивная агрессия. В чем она выражается? В различного рода сарказме, в подколах постоянно. Вся речь человека, который обижен, она, понимаете, она насыщена. Она насыщена различного рода вот с такими вот саркастическими замечаниями, намеками, полунамеками. Почему? Потому что так или иначе. Либо человек сам не осознает того, что его граница нарушена, он просто чувствует это вот, оно внутри где-то кипит. Либо второй вариант, что если он, прекрасно понимаешь, если он сейчас это выскажет, ему прилетит еще больше. И, соответственно, защищать границу он не готов. Это как раз вариант пассивной реакции. Итак, как всегда, раз возникает у нас агрессия. То есть, она может у нас протекать в активной фазе, может протекать в пассивной. Что такое активная? Это проживание негатива вот этого самого. Вполне возможно, варианты решения мести. То есть, методики, о которой я сейчас говорил, еще раз вам напомню. А пассивная – это всегда уход в позицию жертвы. Что это такое? Это принятие вот этого самого психологического насилия и смещение границ с носа напрочь. Как данности. Отказ защищать границы. То есть, например, в браке, когда сносится полностью граница, муж пьет, бухает, бьет жену. Но она говорит, что, ну, что же я могу поделать? Вот в обществе так принято. Бьет, значит, любит. Но он же хороший. И вот с другой стороны, то есть, человек не берет ответственность за себя. Он смещает свои границы в угоду партнеру полностью. И полностью переходит в состояние жертвы. Значит, состояние жертвы, да, позиция жертвы – это всегда отказ от ответственности. Все, что угодно. Ценности общества говорят, что брак нельзя предавать. А родители говорят, что нельзя разводиться из-за того, что, предположим, дети останутся один. Нужно все, что вписать. Человек найдет способ оправдать себя для того, чтобы ничего не делать и находиться в позиции жертвы. Но при всем при этом вот этот пассивный вариант агрессии, когда вся речь, она, знаете, она ядовитая. Она ядовитая от сарказмов, от подколов. Потому что обида, она никуда не делась. Она остается. Она внутри. Она кипит. Она клокочет. Так вот, что же у нас такое активное, да? Ну вот. Активное – это как раз вариант того, что психика начинает работать. Начинает работать по восстановлению личностных границ и требуется принять решение. Что значит простить, да? То есть, имеется в виду прекратить, прекратить обижаться, да? То есть, провести вот эту работу по избавлению от чувства обиды, от отказа от этих самых загонов пруминации, да? И принятие какого-то решения. Дальше вы с этим партнером, дальше вы с этим человеком. Или для того, чтобы вам восстановить вашу целостность, сейчас я об этом скажу, все-таки придется найти способ отомстить. Знаете, ребята, поскольку я все-таки не ангажированный психолог и вообще не психолог, да? Который обязан заботиться о ценностях общества. Я вам скажу, что ситуация складывается в том, что все упирается в такое понятие, как ваша целостность. Понятие целостности – это, скорее, философское понятие, нежели даже психологически. Или они очень близки. Когда мы говорим о целостной личности, мы подразумеваем личность, которая при любых обстоятельствах практически, при любых состояниях следовать своим принципам. То есть, ничто, чтобы на него не доверяло, да? Ни общество, ни мнение общества, там, ни обстоятельства не в состоянии изменить его систему ценностей. То есть, такую личность мы называем целостностью, да? Целостной личностью. Я всегда привожу в качестве примера Эзопа. Известный песнописец, я думаю, что многие слышали, басенью «Лиса и виноград». То есть, так или иначе, историческая личность. Есть споры о том, существовал он или нет. Но, по легенде, по легенде, хозяин, Эзоп был рабом, да? Хозяин его, Ксанф, за то, что Эзоп его избавил от необходимости по пьянке данному обещанию выпить море, даровал ему свободу. И Эзоп исполнил свою мечту, стал свободным человеком. После этого он ходил по городу, читал свои басни, и многим жителям это не нравилось. Они видели в этих баснях себя, свои пороки, и они решили его очернить. Таким образом, они Эзопу подбросили чашу, золотую чашу из храма, и он был обвинен в воровстве. По законам того государства, свободный человек должен был самостоятельно разбежаться и сброситься с пропасти. Однако, если бы кражу совершал раб, то, соответственно, все грехи этого раба брал на себя хозяин, и ему достаточно было заплатить всего лишь штраф за эту вазу. Разумеется, Ксанф всегда сказал о том, что Эзоп, дорогой, как бы давай обратно в рабство, нет проблем, заплачу. Но Эзоп сказал, где здесь пропасть для свободных людей. Вот вам пример, пример, что такое личность целостная. То есть, он не в состоянии был поступить со своими принципами свободой ради того, чтобы сохранить жизнь. Это целостная личность. Многие, скажем, только спорный вопрос приводят в пример Иисуса Христа, который тоже готов был пойти на Голгофу и на Грест. Но это вопрос спорный. Но тем не менее, я думаю, что вы поняли, что такое личность целостная. Его противоположностью, антиподом является фрагментарная личность. То есть, у которой сегодня так, завтра так. Это мы и вашим, мы и нашим. Как-то мы все очень на компромиссах на таких. Так вот, друзья мои, вопрос в том, необходима ли вам месть или нет, она в сообществе психологов, разумеется, всегда будет носить ответ нет ни в коем случае. Но это не потому, что они заботятся о вас, а потому что они ангажированы системой ценностей социума. То есть, здоровье индивида, в данном случае его психическое здоровье, оно в меньшей степени важно, чем здоровье и благополучие общества. Поэтому психолог на это не пойдет. Однако, что делать, если вы настолько, скажем так, целостный человек, что вы не можете позволить так с собой обращаться, как с вами поступили. И вы не можете продолжать жизнь дальше. Так вот, в данном случае я вам скажу, друзья мои, дайте себе право отомстить. Ни в коем случае не говорите, нет, я не буду этого делать, это нельзя, это плохо, я должен измениться, я должен отработать. У нас же, понимаете, у нас везде подмена понятий, да, то есть, там, отработай, как бы не терпила, отработал принятие, да, то есть, там, на самом деле, вот какой я молодец. Да нет, ты встал в позицию жертвы, да, и терпишь. Это не принятие, это не прощение, это разные вещи, понимаете, встать в позицию жертвы, это не означает простить. Потому что психика, она так или иначе, должна проделать эту необходимую работу по восстановлению границ. Если ваша целостность такова, ваше воспитание таково, ваш кодекс чести таков, что вы не можете не мстить, дайте себе право отомстить. И сейчас меня побьют все психологи. Единственное, что, каким образом мы можем отомстить, не входя в конфликт с уголовным кодексом, а вот эту энергию, о которой я вам говорил, пустить в созидательное русло. Я вам рассказывал, это как раз метод Петрикова-Химеера, да, мы откладываем вот эту месть на неопределенный срок, при том, поскольку она отложена, мы можем накрутить на нее проценты. А до этого момента мы работаем над собой. Но ни в коем случае не запрещайте себе, не лишайте себе права отомстить, если для того, чтобы сохранить вашу личность целостной, это необходимо. Вот такие вот дела. Давайте-ка сейчас немножечко поговорим о том, что нам предлагается взамен, да, то есть проведем несколько, скажем так, этюдов таких вот психологических. Итак, по поводу аутоагрессии. В чем может проявляться аутоагрессия? Это не обязательно повреждение себя. Это не обязательно, скажем так, резать вены там или что-то, или заниматься суицидом, о чем мы с вами говорили, да. Аутоагрессия, она может носить разный характер. То есть, например, это ауто деструкция, когда человек сам себя, ну, чморит постоянно, да. А в нашем случае, в нашем случае, в качестве вот этой самой аутоагрессии очень часто проявляется вот это болезненное ментальное проживание эмоций. То есть человек накручивает себя, проживает, понимаете, чувствует, испытывает этот боль и говорит, я плохой, я не могу отомстить, я хочу, но мне нельзя, или я слабак, а вот пусть мне будет еще хуже. Понимаете? Потому что чем больше человек об этом живет, тем больше он вообще погружается в эту тему, что как же она со мной могла так поступить, как же он так сделал, да, кто мог от него ожидать, даже чем я это заслужил, там, и так далее, и так далее. И вот он это проживает и проживает. Для чего он это делает, помимо фрустрации? Аутоагрессия. Ему от этого больно, плохо, и он эту агрессию направляет на себя. Я ничтожество, я не могу отомстить, я никто, блин, вот он со мной как, блин, значит, я так и стою этого. И вот она пошла. Раз. Второе, что часто очень говорят психологи. А давайте-ка вы побьете грушу в качестве замещения. Вспоминаем, что замещение это психологическая реакция, в которой мы либо действие, либо объект замещаем на приемлемый. Почему это не помогает? Ребята, потому что мы не можем обмануть себя. Сколько бы мы не били подушку или грушу, наш обидчик, глядя на нас и зная, что он с нами сделал, получает от жизни удовольствие. Мы видим его на улице и видим вашу бывшую, там, с новым, там, которая вас опустила на деньги, там, и так далее, там, счастливую и довольную. Ваш, скажем, бывший друг, который отобрал у вас бизнес, ездит прекрасно на хорошей, дорогой машине, он улыбается. И сколько бы вы не били грушу, это не поможет. Это поможет сделать, скажем так, временную разрядку. Точно так же, как пойти в спортзал покачаться. Это не значит, что этого не надо делать. Но не стоит на это делать ставку, как на элемент избавления. Это не избавление, это всего лишь замещение и временная, временная разрядка. Что ж, друзья, кратко повторять я в данном случае не буду, потому что сегодняшний ролик, он был как раз ролик об обиде. Напоминаю, что обида – это частный случай, да? Для того, чтобы обидеться, необходим второй субъект или группа субъектов не обязательно, потому что фрустрировать можно просто от ситуации в жизни, которая случилась. А вот обида – это обязательно близкий вам человек, да? То есть вы должны находиться в состоянии уязвимости и всегда неоправданной ожидания. Обижать мы друг друга очень любим. Это очень распространенная штуковина. И самое худшее, что может при этом зайти – это пассивный вариант уйти, скажем так, в позицию жертвы. То есть не отстаивать своих границ, соответственно, не заниматься, скажем так, исправлением, прощением. Что такое прощение? Это работа психического аппарата по прекращению вот этой самой обиды, да? Потому что иногда для этого требуется месть, если для этого требуется сохранить вашу личность целостной, да? Но единственное, что метод я вам предложил. Такой, который рабочий на сегодняшний момент. Второй вариант – если вы, скажем, готовы это терпеть и, в принципе, ну, прокатило и прокатило нормально, да? То есть там тогда не надо ничего прощать, все, вопрос решенный как бы. То есть это уровень вопросов, когда не какое-то общество мечистовское говорит, что вам этого прощать нельзя, да как ты мог такое простить, как ты могла такое простить, это все, он в следующий раз так же с тобой поступит. Нет, не надо никого слушать. Ведь целостная личность, она тем и отличается, что она никого не слушает, кроме себя, у нее есть свой определенный вот этот кодекс, да? Поэтому здесь ситуация складывается следующим образом. Запоминаем, ребята, о том, что обида – это всегда несбывшиеся ожидания и состояние, скажем так, рядом с человеком, который вам близок, то есть состояние уязвимости, значимого человека. О том, что желание мести – это инстинктивное желание, которое сразу же возникает, как агрессия, как действие в результате гнева. А гнев вызывает у нас, как всегда, на что? Гнев возникает на смещение наших границ. Когда кто-то нарушил наши границы, у нас возникает чувство гнева, которое предназначено для того, чтобы это вернуть обратно. И вот такой вот у нас частный случай. Потому что если мы свалимся в позицию жертвы, то есть, грубо говоря, не берем на себя ответственность, сваливаем на кого угодно, на советы, на общество, там еще чего-то, еще чего-то, то кончается это весьма плохо, тем, что мы заталкиваем всю вот эту вот агрессию куда-то вовнутрь. Соответственно, это проявляется как аутоагрессия, неважно в какой форме, накручивание себя, еще чего-то, еще чего-то. Это нас распаляет, это нас злит, провоцирует. Но в конечном итоге, поскольку мы ничего не делаем, это все приводит к не очень хорошим результатам в плане нашего здоровья. На сегодня это все. Это был как раз вот краткий ролик по поводу обиды, мести, по поводу того, почему битье груши никогда не поможет. Вот это был этюд, практический этюд знаний об агрессии, о фрустрации и о психологических защитах, таких как замещение. С вами был Вазилио. На сегодня это все. Всем пока-пока.